Представители «Единой России» совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок в кадетской школе. С детьми говорили о правилах безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте. Кроме того, школьникам показали тематические мультфильмы. Зелёный разрешающий, значит можно идти. В такой игровой форме детям объясняют правила поведения на дороге. Тематические мультики сразу двух зайцев убивают, удерживают внимание школьников и растолковывают базовые постулаты безопасности. Там же зелёная стрелка горит. Что не видите? С этой стороны может происходить. Сегодняшний показ обучающих мультиков в кадетской школе прошёл в рамках проекта партии «Единая Россия. Безопасные дороги». Важно отметить, что мероприятие состоялось в преддверии школьных каникул. Практика показывает, что этот период особенно опасный, ведь дети в это время предоставлены сами себе. Они свободны. За ними присмотра в школе со стороны учителей нет. Здесь другие уже правила. Здесь работа и с родителями, и работа во дворах. То, что мы проводили летом. Кроме того, в осенне-зимний период возрастает риск дорожно-транспортных происшествий вообще и с участием детей в частности. Ведь световой день в это время становится короче. Отдел государственной инспекции проводит практически ежемесячно, еженедельно подобные акции во всех образовательных учреждениях. В основной массе своей, это 95% детей, они знают правила дорожного движения. Обычно нужно держаться за поршнями, если вы стоя едете. Если сидите, если в наличии есть ремни безопасности, тогда нужно их, естественно, застегнуть. Тем не менее, количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей не уменьшается. На сегодняшний день, с начала учебного года, в них пострадали 22 несовершеннолетних. Они получили ранения и травмы различной степени тяжести. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.